ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире Дежурный по городу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парк Дружбы. По словам гаражан, один из игровых комплексов повредили во время опиловки деревьев. Молодые мамы просят администрацию побыстрее отремонтировать его, либо заменить. Где-то около недели назад пилили деревья около детской площадки, и одно из деревьев повредило и сам игровой комплекс, и забор. Забор восстановили. Хотелось бы, чтобы детскую площадку, детскую горку, тоже восстановили побыстрее, потому что за детьми не всегда можно уследить, и вообще допускать их туда опасно сейчас. Площадка, самый игровой комплекс, он для детей помладше, поэтому хотелось бы, чтобы он был установлен в кратчайшие сроки. На игровом городке сейчас висят объявления, что родители не допускают детей, избежание повреждений, огорожены ленты, но лента, кстати, периодически пропадает. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки отремонтировали, и можно было за детей не переживать в этой части площадки. Ну, частенько приезжаем вот с маленьким ребенком. Вот приехали опять, и сломано оказалось. У меня ребенок как бы любит очень этот комплекс, поэтому очень расстроена на эту тему. Вот так. Просьбы побыстрее починить, естественно, какая просьба. Такая и есть. Улица Некрасовская. Качество ремонта тротуара почетной стороне вызвало у жильцов массу негативных эмоций и неудобств. У нас приняли бордюры, подняли асфальт, асфальт подняли, привезли щебенки, два самосвала, наверное, там все укладывали. И вот, и все оставшиеся щебенку навалили вот сюда, под окна, под окна навалили, под ворота навалили. И что самое интересное сделали они, они сделали, где дом, там бугор, где ворота, там яма. Теперь в воротах сделали покат. Ворота не закрываются. Ворота не закрываются, покат. Покат крутой. Здесь, когда морозы будут, здесь будет, естественно, все засыпано. Засыпано, здесь будет лед. Подняли на 30 сантиметров асфальт. Теперь у нас снег чистят, у нас трактор будет, как это вот, вода будет здесь. Зимой бывает вод, теперь, естественно, здесь будет стоять вода. Как мы будем здесь ходить? У нас здесь и дети, и пожилые, и вот ходить так будем. Я проживаю в доме 42 по улице Некрасовской, и мои окна выходят как раз на улицу Некрасовской. Ремонт вот этого участка дороги производили в этом году четыре раза. Четыре раза заливали здесь, рушили весь асфальт, все поднимали. С какой целью, непонятно. Последний раз ремонт начался в июне месяце вот этой дороги. Уровень, полуровень земли подняли на 47 сантиметров, что привело к тому, что все двери, которые находятся на улице, они все утоплены. У нас дверь личная, у нас деревянная, и нам дало возможность срезать ее. Мы ее спиливали на 47 сантиметров. Остальные двери металлические, и получается такая ситуация, что если будет оттепель, а к утру будет заморозки в холодное время года, то люди могут быть просто погребены заживо, потому что это все заморозится. Ходить невозможно. Хочу сказать следующее, что здесь сделали стоянку, вырубили зеленое насаждение. В результате получается, мы здесь живем, у нас газы прямо перед окном, все выхлопные трубы теперь выходят прямо в окно. Вот здесь у меня спальня ребенка. Из администрации люди выходят, приезжают, все, кто выходит из автомобилей, все встают вот здесь и курят мне в окно. Это помимо автомобилей. Если раньше было высоко, а не как-то вот здесь вот все, то теперь они опираются попами, садятся мне вот сюда. То есть здесь вообще произошло, я считаю, безобразие. Все произошло из-за того, что щебенка, которая оставалась на всех улицах во время ремонта, не вывозилась, а просто грузилась сюда по очереди, поскольку ремонт шел от Галактионовской в сторону Фрунзе. Они ее свозили, здесь ее складировали периодически, и потом, когда у них подошли сроки, судя по всему, они просто ее закатали в асфальт, как смогли. Вот этот бордюр меняли два раза. То есть они фактически уложили асфальт, все, приезжали промышленные машины для трасс. Дом гремел, пошли трещины в доме, огромные трещины пошли. Мы считаем, что это вообще сделано специально. Я хочу отметить особое внимание, здесь был слив воды, стоки такие, решетки, когда вот раньше. Сейчас их все, да, их все закрыли, и в итоге, когда люди, вот мы ходим, мы просто по колено в воде. Еще воды не было дождей, но мы уже ходили, вот у нас там, во дворе было 10 сантиметров воды. Вот при тех дождях, которые, а что будет дальше? Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин